Подумать только, Михаил Веллер. Давайте подумаем, что касается новостей, заслуживающих размышления последней недели окрестностей. Хотя, в общем-то, любые новости и не новости заслуживают размышления. Пока не размышляешь, ничего не понимаешь. Так вот, что касается сноса киосков второй ночи длинных ковшей, о которых уже все написали, высказались. И что-то доминировала точка зрения, что, да вы знаете, вот неплохо, город становится лучше, город становится красивее, это все-таки великая столица. Это напоминает, если брать подход, старинную притчу, которая восходит к временам доисторическим, иногда ее возводят к древнему Египту. Когда люди носят камни на постройку храма, и одного спрашивают, ты что делаешь? Он говорит, камень несу. Второго спрашивают, ты что делаешь? Он говорит, зарабатываю себе на хлеб. Третьего спрашивают, ты что делаешь? Он говорит, я строю храм. Вот все дело в подходе, потому что в сносе киосков и так называемых самостроев, павильонов, как все называется, неважно, словно придумали массу, более чем надо. И можно рассматривать с точки зрения, улицы стали свободнее и чище. Можно рассматривать с точки зрения, что на этом месте поставят что-то другое и лучшее. Но сейчас, во времена, которые официально, достаточно лицемерно, именуются кризисом, это не кризис. Потому что, когда судно имеет дыру, и в дыру идет вода, и с этой течью оно осаживается все глубже и глубже, то когда оно осаживается уже по палубу, это нельзя назвать кризисом. Это естественное продолжение процесса. То, что мы сегодня имеем с российской экономикой. Так вот, когда говорят о красоте, почему-то эта красота никого в 2007-2008, да и в 2009-2010 еще годах не особенно волновала. Какой сейчас аспект является главным для города, для Москвы и москвичей? Ну, во-первых, кстати, о том, насколько хорошо жить. Зачем все эти органы, эти воздухозаборные станции? Это смущение умов населения. Оказывается, вот вам 9 самых грязных городов России, и Москва один из них. Граждане, а кто бы сомневался, достаточно совершенно посмотреть на, допустим, воротник белой сорочки, в котором ты утром выехал из дому, если ты по улицам ходишь. Достаточно посмотреть на пыль, которая саждается на подоконниках, в квартирах у тех, кто живет в центре, где под окном идет сплошной поток автомобилей. Это все совершенно видно. Но, что касается легочных заболеваний и, как их следствие, сердечно-сосудистых, нас этой статистикой не огорчает. Так, может быть, этот проклятый нефтехимический заводик в Капотне пора, наконец, закрыть и вышвырнуть вон за 101-й километр, а вось не разоряться соответствующие господа во главе с яхтовладельцами. 100 миллионными или сколько там миллиардов они стоят. Нет, дышите газом, но мы вам сделаем красиво. Уровень, который определяет качество жизни, да, вот это. Вам комфортно или вам некомфортно? Вам удобно или вам неудобно? Вам жить от этого легче или вам жить от этого труднее? Так вот, от сноса киосков жить всем менее комфортно, менее легко, менее удобно. Вот поэтому на базовом уровне, чтобы людям что-то сделать, это чрезвычайно плохо и делать этого не надо было. Потому что сначала вы обеспечите замену. Люди так затурканы, они делают по полтора часа в один конец, ездят на работу с работы. Так еще у них на пути снесли все эти киоски, где они могли купить необходимые для жизни, для семьи вещи, начиная с продуктов ежедневно необходимых. Так что все эти разговоры в пользу бедных, а как стало красиво, большое спасибо. А эта красота, она функциональна. Ну и момент, разумеется, второй – это перепрофилирование денежных потоков. О том, о чем мы неоднократно говорили. Потому что все то, что не будет куплено там, будет куплено в других крупных торговых сетях, которые принадлежат кому надо принадлежать. Вот, понимаете ли, и вся история. Кроме того, что цены в общем и целом будут повышены, кроме того, что сейчас, когда сокращается количество рабочих мест, уничтожение этих киосков, ларьков и павильонов еще дополнительно сокращает количество рабочих мест. Это все сделано, чтобы урвать еще кусок, кому надо кусок. Все остальное – это все байки для дефективных детишек, уверяю вас. Это что касается киоска. Но новость, конечно же, глобальная – это курилы. Я честно скажу, я к курилам неравнодушен. Давно, 20 лет назад примерно впервые я сказал, когда нефть была дешевая, когда в ельцинские времена денег не было никаких, страна была в долгах, и вообще успехи внешней политики заключались в том, чтобы набрать как можно больше денег, ибо жить не на что. Что нужно эти острова Японии возвращать на условиях? Инвестиции в российскую экономику, концессии на территории России, технологии, участие там всеми способами, и кроме того, союз с японской экономикой для того, чтобы вместе противостоять Китаю. И вот, кажется, и 20 лет не прошло, и до кого-то эти элементарные мысли вот как-то стали доходить, вы понимаете, поселяться, вцепившись в некую мозговую извилину. Но, когда делают заявление, что обе стороны окажутся довольными, ну, мы понимаем, что это все тайная политика, не нашего собачьего ума дело, что там будет сделано. Горе вот в чем. Если бы 15 лет назад была бы заключена некая, выгодная, выгодная для российской экономики сделка с Курильскими островами, то от этого могла бы быть большая польза стране. Сегодня насчет пользы стране я не понимаю, как. Потому что любые деньги все равно украдут. Потому что имеющийся в экономике системную брешь все равно ничем не заткнешь. Интересно, что, понимаете ли, со всего этого будет с этими Курильскими островами. Тут задается масса вопросов. Вот люди, которые задают вопросы, сегодня было много вопросов, всем большое спасибо. Вот Костя ААА с тремя А. Михалович, уважаемая, Путин отдаст Курилой следа, то сколько? Это собирали-то русских земель, земель уже в тихушку, отдал Китаю немалые территории. Спасибо. Уже за что-то понимаете. Спасибо, но не такие еще территории Китаю отданы, но кое-что ушло. Рафал, вопрос. Я опускаю обращение, уважаемые и так далее. Нет, так это не сейчас. Свет Путин сказал в интервью агентству Bloomberg, что Южно-Курильские острова перешли в СССР по результату Второй мировой войны, что отражено соответствующим соглашением. Ну, примерно. Никаких соглашений и документов о передаче СССР Южно-Курильских островов не существует. Ну, косвенно. Япония не является агрессором по отношению к СССР. Это правильно. Но, во всяком случае, по итогам и вообще по ходу Второй мировой войны, эти острова никогда не принадлежали СССР. Что правда, да правда. Вот какое у вас мнение. Так, простите, что я слюню палец, но чтобы посмотреть удачнее. Вот здесь еще. Примыкает к этому вопрос от Воблина. Американцам удалось освоить все свои территории, включая их Дикий Запад. Что мешает России? Без Японии, Китая, Кореи и Дррр освоить наш Дальний Восток? Не сама ли наша вертикаль власти? Это называется, сам задал вопрос и сам на него ответил. Так вот, еще есть вопросы, что там происходило с Южными Курилами. Видите ли, считается, вот то, что сейчас известное описано, что в 1635 году японская экспедиция впервые посетила Южные Курильские острова. И с этого началась их известность. Ну, японцы не материковая нация, но все-таки каким-то более крупным, цивилизованным, продвинутым народом. А в 643 году, всего 8 лет прошло, эпоха великих географических открытий еще не завершилась. Голландцы посетили Курильские острова и изготовили карты, и нанесли эти острова на карты, и объявили их собственностью голландской Ост-Индской компанией. В 17-м, знаете ли, веке в середине Голландия была великой морской колониальной державой. А в 1697 году, то есть полвека спустя, известный землепроходец русский Владимир Атласов, который достиг Камчатки, и он, его ребята впервые там увидели, что вот там эти острова, и собрали о них некоторую информацию людей, которые о них что-то знали. Сами они на этих островах еще не были. А вот в 1711 году и камчатские казаки уже захватывают несколько северных, самых северных Курильских островов. А если пройдет еще на каких-то 70 лет, и в 1779 году острова Итруб, Кунашир, Хабамай, вот Екатериной II будут освобождены, то есть их жители будут освобождены от налогов. То есть Россия объявила, что она их включает в свои территории. Япония заявила, что она совершенно не позволяет России, далекой крайне, включать эти свои японские территории в их русские территории, и никого туда не пустят. Ну, 20 лет они думали, ездили в те времена медленно, на лошадях, на повозках, и в 1799 году японцы на островах Кунашир и Итруб поставили военные заставы, чтобы никаких чужих туда не пускать. Еще полвека у Господа Бога много времени, и по Симотскому трактату южные Курилы были отписаны Японией. Вот это уже какой-то, понимаете, международный договор 1855, повторяю, Симотский трактат. Проходит 20 лет, и в 1875 году, поскольку северные Курилы остались за Японией, заключается новый договор. Весь Сахалин целиком отходит России. Ну, большой остров, который рядом все-таки с Российской землей, Приморье, пролив не такой большой. Но все Курилы, все отходят Японии. От самого юга до самого севера. Все эти, понимаете, 10,5 тысяч квадратных километров, или сколько там есть точная их площадь. И так оно и было с 905, еще 40 лет, до 1945. А вот в августе 1945, в рамках военных действий Советско-Японской войны, компания 18 августа, 1 сентября 1945 года, советские десанты высадились на Курильских островах, вступили в бой с японскими гарнизонами, нанесли им поражение, и таким образом все Курильские острова по факту вошли в состав Советского Союза. Вы знаете, там была еще тонкая история. Мы не знали еще недавно, ну, мы это я погрячился, я лично не знал, но думаю, что не я один, что южные Курилы от Японии стоят так, что из Японии они видны. Из южных Курил японский берег виден. Ну, что такое 25-27 километров через морскую даль? Слушайте, да какая ерунда! Это каких-то 15 морских миль, 150 кабельтовых. Линкоры еще в Первую мировую достреливали главным калибром на такую дистанцию. Так вот, на Кунашире и на ближних островах и архипелагах Абамай сосредоточивались группировки для того, чтобы десантироваться на Хоккайдо и вцепиться уже в собственную японскую территорию. А почему? В корейскую, вот заняли половину Кореи, в германскую, ну, по факту войны, и бою около третьей Германии осталось за Советским Союзом. Союзом кусок Японии, и мы там создадим японскую народно-демократическую республику. Ну, типа как две Кореи. Но потом большие мальчики поговорили, товарищ Сталина с господином Рузвельтом, и Василевскому. Маршал Василевский командовал всей операцией. Маршал Василевский был одним из лучших, талантливейших советских военачальников. Это он, поповский сын. Это у него Сталин как-то спросил, поскольку Василевский скрывал свое родство. Знаете, сын священника, нехорошая была анкета в 20-е, 30-е, 40-е годы. И вот в военные годы Сталин как-то дружески, Птально, вы понимаете, дружба дружбой, но кто в стране хозяин? Который уклончиво отвечает на вопрос о родителях, кто был отец? Это знаменитая фраза. Его не боишься, меня боишься. Но кто он, это понятно, с большой буквы. Вот маршалу в Селесском от Сталина было дано указание подготовку к десантированию на Хоккайдо прекратить, и ничего не будет. Вот примерно такая была история с Курилами, как они вошли в состав России. Другое дело что? Вот ни в коем случае никого не порочите, а первым делом, понимаете, себя. Но это совершенно не русское произведение, драматическое, а вовсе даже, по-моему, испанское, да? Которое называется «Собака на сене». Ну, вы понимаете, только ради бога, не надо никакой русофобии. Вот мы отобрали у Финляндии часть территории в Карелии. Это была весьма плодородная часть Финляндии. Сейчас там ничего не растет, а российские граждане предпочитают покупать недвижимость, дачки там всякие, коттеджики небольшие, уже на финской территории. Вот мы отобрали у Германии Пруссию. В Финляндской конференции странами-победителями, что Германия милитарист, зачинатель таких войн, необходимо Пруссию, этот рассадник милитаризма, от нее отъять и отъяли. Теперь это уже давно Калининградская область. Но вот не очень хорошо только то, что Восточная Пруссия была житницей Германии. Там в течение веков были проделаны огромные ирригационные работы. Там были огромные урожаи пшеницы. Нет, ну про яблоки мы не говорим, про дороги мы не говорим. А сейчас Калининградская область что-то сильно не таю. Ну что же это такое? Вот и с курилами, вы понимаете. Ну, Япония опровергла. Нет, нет, не будет. Двойного гражданства российским гражданам, если это будут японские острова, южные курилы, ничего не будет, никто не будет. В интереснейшую осень нам довелось жить в интересную эпоху. Если не будет хорошо, то будет хотя бы интересно, согласитесь. Следующее событие, но оно еще только началось по календарю, официально сегодня утром. Итак, Фанчжоу открылась священие, симпозиум, форум, сборище. Ура, ура, вся шайка в сборе. Большой двадцатки. Я вам доложу, что пока там еще ничего такого особенного не произошло, но освещение ее, ну, до ужаса прекрасно, просто в горле пересыхает. Не понимаете. Во-первых, что-то у американцев перекосило. Все написали о том, что забыли подать парадный трап с красной дворцовой дорожкой к американскому борту, из которого должен был вылезти американский президент. Он вылез на буквально заднего входа, то есть с какой-то другой дверцы, поменьше по родному трапу, без всякой дорожки. Да что это такое? Потом президент полагается свита, и вот за ним идут помощники, идут и журналисты, и репортеры, и их охрана довольно грубо отсекает. И когда помощница Обамы с Юзен Райс говорит, что да что же такое-то с нами и так далее, то ей имеющийся начальник вот этого подразделения охраны, и прямо решаем, кому где стоять. В общем, это скандал на дипломатическом уровне. А с другой стороны, есть совершенно противоположная информация. Президент Путин произнес, как они все, черт возьми, называются. Короче говоря, китайскому, понимаете ли, начальнику Си Дзиньпину. Когда-то писалось в три слова, это было очень красиво. Институт имени Сунья Цена, Красного Востока и так далее. Мне нравилось в три слова, но сейчас Синдзиньпин и все остальные в два слова. Он нам преподнес коробку мороженого, и вдруг пошел веер из заголовков, что Синдзиньпин, он так рад отроженого, который преподнес ему Путин. Вы знаете, Халуини знают миры. То есть можно подумать, что начальник Китая – это туземец, у которого пошла слюна при виде стеклянного вуза. «Граждане, ну кто же вас просит столь неприлично прогибать позвоночник?» То есть, конечно, конец всему. Главное событие – начальник Китая пришел в восторг от мороженого, который ему преподнес начальник России. Да вы что, с ума сошли, что ли? Так что нам все очень интересно. Меркель и Оланд отказались встречаться с Путиным втроем, поэтому вроде бы они теперь будут встречаться, вроде бы собираются. Терезу Мэй мне все время хочется назвать Ванессой Мэй, просто Ванесса Мэй мне гораздо больше нравится, потом она на скрипке играет хорошо. Ну, посмотрим, что сделает Тереза Мэй. С ней Путин тоже встречался. Это называется «Их духи взаимопонимания беседовали по интересующих обоих вопросам». О чем они говорили? Но главное – это что? Что эта конференция, разумеется, это все лыка в ту же самую строку. Есть новое слово «инклюзивная», в русском языке «инклюзивная». Ну, давайте все вместе. Вот метла – это инклюзивно связанные прути, например. То есть… И будут, вроде бы, собираться. …глобальной экономики. Вот она вот вся вместе, вот все вместе, сплошная кооперация, разделение труда. Ну, и кроме того, вот ни-ни-ни, вот этих никаких протекционистских мер. Никаких протекционистских мер означает, кто вытянет более дешевый товар, тот вышвырнет конкурента с площадки. А то, что у конкурента в государстве сокращается количество работяг, сокращается численность среднего класса – это все не важно. Это все не важно для нас. Главное – глобальная экономика и общее благо. Те глобальные экономики. Вот она вот вся вместе, вот все вместе, сплошная кооперация, разделение труда. Ну, и кроме того, вот ни-ни-ни, вот этих никаких протекционистских мер. Никаких протекционистских мер означает, кто вытянет более дешевый товар, тот вышвырнет конкурента с площадки. А то, что у конкурента в государстве люди разорятся, маргинализируются, сокращается количество работяг, сокращается численность среднего класса – это все не важно. Это все не важно для нас. Главное – глобальная экономика и общее благо. Вот это вот мне не нравится. Мы не будем сегодня, наверное, говорить о Трампе, который вышел вперед Хиллари, потому что нельзя же каждый раз. Но вот это то, против чего выступает как раз Трамп и с чем согласна подавляющее большинство нормальных американцев. Нормальным я чисто условно называю те, ну, кто, в общем, и создал эту страну, кто является ее становым хребтом и одновременно мясом, каковым ни мясом, ни становым хребтом, не являются разнообразные меньшинства. Это отдельный совершенно, отдельный разговор. Вот это, понимаете, то, что происходит у нас в этой самой большой двадцатке. Но особенно мне нравится, конечно, восторг от мороженого. Ну, и в заключение бурно комментировали Франс-Вальтер Штайнмайер, то есть министр внутренних дел ФРГ, сказал, что надо бы нам, может быть, Россию вернуть обратно в большую семерку, чтобы она опять стала большой восьмеркой, чтобы мы обо всем договаривались. Мгновенно все стали комментировать, как вы к этому относитесь, что это значит. Они виляют хвостом, они ползут обратно, они зовут нас обратно. Кремль отреагировал, если я не ошибаюсь, только устами Пескова, естественно, что, в общем-то, зачем нам туда возвращаться? Вот есть рамки большой двадцатки, зачем нам это семерка, восьмерка и прочие девятки, десятки туз. Но дело в том, что министр внутренних дел ФРГ, в общем-то и целом, никак не уполномочен такие вопросы решать. Фраза эта некой официальной не является, веса политического не имеет и была у нас раскручена, как тарелка на пальце, чтобы показать, что вот опять хотят звать, понимаете, в семерку, а мы им говорим, да не больно-то и хотелось, сидите там сами. Так ответить на большое количество вопросов, потому что вопросы сегодня есть просто даже интересные. Например, ну давайте у нас осталось всего-то минут с небольшим, от 100 на 1958, и пытался найти в интернете источник фразы «Солдат не жалеть, бабы еще нарожают». Ну, у меня не так приводится. В конечном итоге расследование привело к вашему рассказу трибунал. Если можно, расскажите вашу точку зрения на этот вопрос. Спасибо, Станислав, Москва. Уважаемый Станислав, это очень интересно, что интернет, ну в интернете же все-таки не все есть, не все произведения оцифрованы, особенно когда речь идет о мемуарах, особенно когда речь идет о документах. Таким образом, когда я написал это в рассказе «Трибунал», который был написан около 2000 года, сейчас не помню точно, я повторил то, что в документальной прозе, в воспоминаниях, в дневниках приводилось многократно, что фраза эта была расхожей, к сожалению, стыду, позору, скорби во время войны. И звучала она примерно, ты что, норови же без потерь воевать, войны без потерь не бывают, а солдат тебе бабы новой нарожают, ты мне приказ исполни. Это были расхожие вещи, назвать сейчас первого невозможно. У нас перерыв на новости. На ваши вопросы, потому что было-то обещано когда-то еще сначала. И вот несколько вопросов на тему от Рафала. Ваше сообщение о тяжкой болезни в кавычках Хиллари Клинтон, никуда мы без Клинтона, просто ошеломило, но проследили, и начало якобы утечки, это восходит к российским спецслужбам, не клюнули ли вы и мы на Надезу, не секрет, что Трамп в Москве более люб, дискредитация Хиллари в арсенал информационной войны входит. Это вопрос первый, так, и вопрос где-то у нас был второй, да, вот САСА, так, позывной САСАС, служебная кличка, понятливо сказал Сталин. Оказывается, российские спецслужбы запустили утку о болезни Хиллари Клинтон. Я думаю, что люди, у которых есть компьютер, которые сидят в сетях, должны немного вдумчивее относиться к поискам. В интернете, во всем этом океане, потому что найти, в сущности, можно все, если немного поработать. Дело было так, две ниточки, это правда, ведут по сообщениям прессы к российским спецслужбам относительно такого факта, как гибель Винсента Флека, если я сейчас не путаю имя, фамилию, фамилию, точно Флека, по-моему, тоже точно Винсент, отца врача, который был лечащим врачом Хиллари, не могу сказать сейчас точнее, вот в каком госпитале, в какой клинике, и упомянутый врач, то есть, простите, отец врача был застрелен, и группа, я забыл, ФБР, наверное, явилась туда на место его убийства, потому что на самоубийство не похоже. Вот то, что выехало из Нью-Йорка, в это я сейчас не помню, потому что к этому вопросу, вот только что поступил, я не готовился, естественно. В какое место порядка 30-40 мил от Нью-Йорка они прибыли и смотрели, вот то, что туда прибыла группа ФБР расследовать очень быстро, вот это, по сообщениям американской прессы, если следить, восходит к сообщениям, которые впервые как-то были связаны с российскими спецслужбами. Что касается истории болезни, записанного диагноза лечения, которые, значит, этой Лайзе Бердак подписаны, при том, что там затемнены несколько моментов с этой страницы, это ни по каким сведениям, никак ни с какими российскими службами не связано, а также не связан ее кашель, ее странные продолжающиеся судороги, ее остановившийся взгляд, ее слабость в ногах и прочее, прочее, прочее. Так что, граждане, потратьте 25, ну, окей, вот кто очень любопытный и терпеливый, потратьте 40 минут времени и выясните все, если у вас есть, ну, хоть малейшие способности плавать в интернете. Я вот в этом полный чайник. Но если что-то очень понадобилось, то почему-то всегда, вы понимаете, находится. Здесь заодно еще политический вопрос, как вы относитесь к импичменту Диме Русев? Ваш прогноз одновременно, когда в России появится женщина-президент. Второй вопрос не актуален, хотя если бы она появилась со следующего, нет, лучше с этого понедельника, это было бы интересно. Если бы объявили, что в понедельник, 5 сентября, в 9 часов утра, женщина-президент, в общем, любая женщина вступает в обязанности президента Российской Федерации, вот я думаю, что все должны были бы за это проголосовать, если бы вообще кто-то кого-то просил за это проголосовать, потому что это было бы как минимум забавно, интересно и перспективно. Но пока это совершенно абстрактный вопрос. Если кид влезет на слона, кто кого сборит или наоборот. Что касается Дил Мерусев, я очень не люблю леваков. Леваки – это люди, которые некую вымышленную, идеализированную догму пытаются привести в жизнь. Если надо расстрелять, расстреляют. Вот некий доведенный до абсурда образ левака – это полупод. Он хотел построить коммунизм, чтобы все в его стране были счастливы, понимаете? Но поскольку счастье-то очень трудно, ну, пришлось там перебить мотыгами по затылкам четверть населения. Так что нет, не надо. Вот она там сидела в тюрьме как левая, она была как левая. Она болгарка, дочь болгарского коммуниста. И прочее вот они приехали в Бразилию. Ну, ее обвиняют в страшнейшей коррупции, в том, что она главу одной компании взяла на высокую государственную должность, которая обеспечивает иммунитет уголовный, тем самым вывела его из-под преследования. Так что я лично думаю, что пора ей немного посидеть. Я могу ошибаться, может быть, они там все неправы. Может быть, большая часть Бразилии, три четверти бразильских сенаторов. По-моему, 61 из 80 проголосовали за импичмент. Может быть, они все идиоты. Я не знаю. Но почему-то вот в данном случае большинству я доверяю. Как я к ней отношусь? Пусть их живет на здоровье. Но воровать надо меньше, понимаете. Я говорю, не надо леваков, леваки все угробят. И вот очень интересный вопрос, нельзя не ответить. Как бы вы переделали природу человека, если, конечно, посчитали бы это необходимым? Тем более, что такая возможность, судя по всему, уже не за горами. Это точно. В отдельных моментах можно переделывать уже сейчас. А если все будет идти как идет, то еще лет 40, то трудно даже представить, что будет. Когда-то Евгенику, то есть науку о генной инженерии, о том, что можно на стадии зародыша менять некоторые черты, некоторые факторы здоровья, физиология, знаете, его анатомии, с тем, что люди рождались уже здоровыми, тем более умными и прочее. О, как это, это фашизмом, фашизмом считалось в Советском Союзе, это фашистские измышления. Почему? А вот так. Потому что этикетка хорошая, шлеп черную печать на лоб. А сейчас уже что-то и забыли, что это Евгеник, это фашизм. И слово-то Евгеника почему-то больше не употребляется. Куда оно девалось? Что бы я изменил? Да ничего бы я, конечно, бы не менял. Хорошо бы, конечно, сделать всех здоровыми. Но я боюсь, что как только вы начинаете исправлять природу, так вы сталкиваетесь с непредсказуемыми последствиями. Ну, история о том, как привезли кроликов в Австралию, потом не съели всю траву, потом привезли гадюк, они расплодились, собак, они то и расплодились и прочее, прочее. Или там строили бам, потравили дефолиантами всех комариных личинок, после этого исчезли какие-то рыбы, которые им питались. Ну и вообще эффект бабочки. Всем привет от рассказа гениального совершенно писателя Рея Брэдбери. Я думаю, что ничего бы я не менял. Хотя, конечно, очень хочется, чтобы все были здоровыми. Никто не был чересчур уж агрессивным. Вообще агрессия совершенно необходима. Я сейчас не буду читать лекцию об агрессии, об этом замечательную книгу написал Конрад Лоренц. «Необходимое зло» – настоящее название этой книги, она несколько раз издавалась в России, слава Богу, что агрессия – это аспект энергии, это аспект достижения своих целей, это аспект инстинкта самосохранения особи и так далее. Так что человек должен быть такой, какой он есть, ибо все его недостатки – это продолжение его достоинств. А если затевать разговор о человеческой природе, о том, куда все идет, как все изменилось за тысячелетия, как когда-то выбрасывали младенцев, коллег и просто лишних, как сейчас вытягивают кого угодно, как воспитывали детей раньше и на каких примерах, и как их воспитывают сейчас, и что им внушают. Изменение человека не на уровне генетическом, физиологическом, а на уровне культурном, оно происходило всегда. Человек, понимаете, существо культурное и его генетическая данность – это только часть дела, а дальше вступает в действие накопление культурной информации, создание культурной матрицы, которая печатает людей. И так вот, в этом отношении в XIX веке люди были одни, в XX – другие, в XXI – третьи. И нельзя сказать, что европейцы XXI века лучше XX или XIX. Может быть, наоборот. Так что, вы знаете, я бы не менял, хотя, конечно, я бы дал всем здоровье и социальную совместимость. Что бы из этого вышло, я не знаю. Идёт, если в природе человек, значит, такие устройства, что он сам не в силах изменить, и такие грабли, на которые он не перестаёт наступать, это не грабли. И это необходимо сделать какие-то вещи и платить за них полную цену. Хорошо бы, конечно, чтобы войн никогда не было. Но тогда мы должны отменить огромное количество вещей. И мы должны отменить стремление людей собрать себя в социумы. И стремление социумов совершать максимальные действия совокупной социальной системой, возможности которой гораздо больше арифметической суммы способностей людей. И тогда мы замыкаемся на природу мироздания. И получается, что так трудно что-нибудь переделать. И когда мы говорим, что только не насилие, приходят примитивные, энергичные, жёсткие парни, для которых насилие – естественный образ действия, и начинают резать священникам глотки в алтарях. Вот, понимаете, какая история. А если бы французов никто бы не перевоспитывал, они бы вырезали всю эту общину, и никто бы не трогал священников ни в алтарях, ни на улицах. Каждый выбирает себе сам. Всему своё время, понимаете. Вот приинтереснейший вопрос. Да. От Нгил Мутдинова. Значит, вы предлагаете сдавать неприлично, и один раз задал, вы не ответили. Ещё раз, как вы считаете, чем исламская экспансия в Европу отличается от такой же экспансии христиан в начале новой эры? Такие же варвары с Востока разрушили античную цивилизацию, затем построили новую. Почему не предположить, что через несколько веков в Европе наступит такая же жизнь, как в настоящее время? Уважаемый господин Нгил Мутдинов. С абсолютным уважением, отнесясь к вам и к вашему вопросу. Я хочу вам настоятельно порекомендовать ознакомиться с историей первой половины первого тысячелетия нашей эры в Европе. То есть, грубо, с первого года от Рождества Христова до 500-го, можно 568-го года от Рождества Христова. И тогда вы узнаете, что христианство зародилось не у каких-то варваров, а в лоне античной цивилизации. Сначала в провинции Иудея, каковая была частью Римской империи, затем перешло в Рим, затем в Риме пошло в рост. Прошло 300 лет, и оно уже было христианство, признано государственной религией Восточной Римской империи. Вот какая история. Вот же такое христиане. Христианство возникло в лоне античной цивилизации Римской империи. Ну, Иудея на той стороне Средиземного моря, а Рим уже на этой. Это уже Европа. А ребята, которые пришли во время великого переселения народов, к христианству не имели ни малейшего отношения. Возьмите, откройте Хлодвиг, король франков Хлодвиг, как его сделали христианином. И тогда вы не будете задавать вопросы, для ответа на которые достаточно, если неохота покупать учебник 21 век, то просто залезть в Википедию. Всем оно отличается, ничего не имеется. Если брать нашествие ислама в VII веке, в начале VIII, то есть калиф Амар, огромное распространение арабов, принявших ислам, сокрушение чуть не до конца. В Византии, то есть восточной Римской империи, приход в Иберию, то бишь в будущее Испании и прочее. Это была абсолютно завоевательная война. Ислама против христианства. А христианство против воровства не воевало, оно было на своей земле, а потом посильно защищалось, независимо от религии. И так что, понимаете, нужно все-таки вот как-то этим интересоваться, потому что вообще это безумно интересно. Ну и последний вопрос, на который мы ответим, это как вы относитесь к творчеству Канан Дойля, спрашивает Ольгас. И нарисован там такой кот, который то ли облизывается, то ли вытирает нос, то ли закусывает своим галстуком бабочкой. Отвечаю, я глубоко положительно отношусь к творчеству Канан Дойля. В свое время я задался вопросом, немного похожим на вопрос, который ставит Хемингуэй в книге «Праздник, который всегда с тобой». Он говорит, что читал Достоевского, рекомендую всем запомнить, в переводах Констант Гарнет. В переводах Констант Гарнет звучит Констанс Гарнет, звучит Достоевский по-английски несравненно более удобно читаемо, нежели на родном русском языке, как Федор Михайлович писал, а писал только вначале, а потом чисто диктовал свои романы. Так вот Достоевский спрашивает, я никак не мог понять, как человек пишет плохо, так безнадежно плохо, и при этом производит такое сильнейшее впечатление. Ну, Хемингуэй это был большой стилист, это отдельный разговор, ноль стиль от французской европейской литературе XX века. Это отдельное течение, это тема отдельной лекции, это очень интересно. Все это связано с неопримитивизмом в живописи, и все это восходит на самом деле, где бы мне прочитать такую лекцию, вообще в любом месте. Все это восходит к большому чикагскому пожару. Я же не помню, по-моему, это был 1876 год, а может быть 1883, я забыл. И на месте сгоревшего Чикаго стали строить железобетонные здания, вот эти соты. И это здание чикагской электрокомпании, прямоугольные ряды окон, скошенные вниз под оконники. Оно стало образцом, первым образцом новой урбанистической литературы. Оно было предельно простым. Там не было никаких узоров, никаких кривых линий, никаких украшений, ничего не было. Можно сказать, что это был неопримитивизм. Вот с этого большого чикагского пожара пошел неопримитивизм везде. Сначала в литературе, то есть, я прошу прощения, сначала в живописи, потому что живопись всегда впереди образами, а потом уже в литературе. Я немного отвлекся. Итак, я задался целью как-то понять, каким образом Жюль Верн, который я в зрелом возрасте на ночь читал «Маленькой дочке», Жюль Верн писал настолько безумно плохо. То есть, просто графоман какой-то. То есть, просто с точки зрения чисто литературной, с точки зрения стиля, ну, это какой-то просто ужас. А я уже вроде бы был умудренный взрослый человек. Мне уже рассказывал Евгений Павлович Брандис, единственный в Советском Союзе член международного Жюль Вернского общества, что, мог бы я и сам знать, интернета не было, что Жюль Верн вообще никакой фантастики не писал. Он писал «Необыкновенные путешествия». И вся эта серия была рассчитана как книги для внеклассного чтения французским школьникам, чтобы они читали и узнавали географию. Вот и все. Поэтому там есть такие безумные пассажи. Потом Наутилус повернул на север. Зачем? Во вторник колонисты проснулись и решили обследовать южную часть острова. Что случилось? У них было тяжелое похмелье этим утром? Почему? Никакой мотивировки. А неважно. Вот они куда-то пошли, и что они там увидели? И вот этот Жюль Верн по смерти своей удостоился триумфа, но который, может быть, выпадал только нескольким литераторам во всей мировой истории. Я об этом как-то рассказывал, об этом многие знают, простите, если повторюсь. Когда американцы запустили первый лунник, и уж я не помню, кто первый подметил, что Жюль Верн предсказал все. Он, длину снаряда с точностью до 15 сантиметров, ширину снаряда с точностью до 20 сантиметров, массу корабля с точностью там до 50-60 килограмм, количество, то есть численность экипажа, три человека, место старта, ошибка в 50 миль, приводнение в Тихом океане, ошибка в 45 миль, время полета и так далее. Он все это, он не мог рассчитать того всего, но поскольку он был в чем-то стихийный гений, то вот ему так показалось, вот он так считал, но он тоже считал, естественно, какие-то сугубо научные книги. И вот это осталось, остались его образы, его характеры, его столкновения, а стиль был фиговый, композиция была не к черту, сюжет был выссан из пальца, и тем не менее. Вот с этой точки зрения нужно рассматривать мировые бестселлеры, потому что когда я стал в зрелом возрасте перечитывать для себя рассказы о Шерлоке Холмсе, то первое впечатление было, ну в общем ведь это очень простенько написано, ну в общем ведь никакого литературного качества нету. Нет, ну мы все знаем, что детектив восходит к рассказу поистине гениального писателя Эдгара Аллана по убийству на улице Морг, это хрестоматийно известно. Мы знаем, что Конан Дойль, сэр Артур, вот впервые создал образ такого сыщика, профессионального, создал детектив как жанр, где главное это распутывание преступления. Ну создал, но читаешь, ну весьма примитивно, ну ходульные в виде в общем фразы. В чем здесь дело? Дело в том, что изящество, точность, эффективность, блеск, стиля – это еще не все. Потому что, ну в школе учат же, ну должны же школьники знать. Вот Пушкин говорил, простота, пушкинская простота, вот эта высокая простота, которая выше сложности – это все пустые слова, пока однажды до тебя это не дошло самостоятельно. Конан Дойль разработал гениальную совершенно конструкцию, когда сыщик работает по своей прихоти, он нигде не служит, он никому не должен, над ним нет начальства, он такой сыщик-консультант, он сам по себе. Второе. Он очень редко входит в какие-то душевные движения преступников, дежертв тоже, но когда он в них входит, он способен нарушить закон, он его нарушал неоднократно, потому что он поступает по совести, понимая, что закон достаточно грубоват и несовершенен, а совесть гораздо более тонкий инструмент. Кроме того, это прекрасная разбивка на главного героя и просточка-резонера, его помощника, доктора Ватсона, каковой доктор Ватсон, это тоже многократно описано, его туповатость оттеняет остроту ума Холмса. Не совсем так. Этим достигается бинокулярность зрения, простите за такой весьма простоватый оборот, глубинность, перспективность, когда есть одна точка зрения, другая точка зрения, из их совмещения рождается некое третье видение. Вот Канан Дойл сделал это первым. Кроме того, только настоящая литература, вообще настоящее искусство, отличается этим качеством. Ты уже знаешь наизусть, что там есть, но тебе хочется прочитать это еще раз. Ну, нравится тебе это. Канан Дойл это умел. И хотя ему самому смертельно надоел Шерлок Холмс, он хотел писать большую литературу, исторические романы, «Белый отряд», как он любил свой роман «Белый отряд», он, по-моему, четыре раза убивал Шерлока Холмса к возмущению читателей и поклонников, к негодованию и критике редакторов, ну и потом оживлял его обратно, вплоть уже, значит, до последних времен, до Первой мировой войны. Так что я очень хорошо отношусь к Шерлоку Холмсу. Ну и напоследок то, что я собирался говорить в следующий раз, иногда спрашивают, почему это вы плохо относитесь к демократии. Вот Европа, где люди так хорошо живут и едут туда, а от них к нам, вот что-то не очень едут, и всё, что они делают, то есть прежде всего защита прав человека, забота о правах человека, это ведь и демократия, и вот это вот очень-очень хорошо. Вот вкратце, как анонс. Видите ли, плесень на сыре – это ещё не сыр. Побочные действия лекарства – это ещё не лекарства. Издержки и передержки демократии – это ещё не демократия. Если кто-то захочет говорить без регламента, то, если я не ошибаюсь, с 7-го числа, то есть через 2-3 дня, вот с 7-го числа открывается книжная ярмарка на ВДНХ, где она там будет, обычно 75-й повелёт, и там то ли в пол первого, то ли в час, я не помню, у меня встреча и презентация новой книжки, и вот там, если у кого есть охота и возможность подъехать и задать вопрос, то пока не отвечу, уходить совершенно незачем, потому что торопиться я никуда не буду. Сегодня большое спасибо всем, хочется надеяться, что меня было нормально слышно. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok